Он говорит, я сейчас вызову ДТП, ой, ДТПСников, да, я говорю, я сейчас через 112, через 112, по закону должно быть, и я не хочу на какие-то сделки эти ваши, блин, какой-то цирк целый. Ну да. Все началось с того, что я сказал, деньги, 150 тысяч мне вот сейчас же. Дорогие друзья, сейчас вы посмотрите вторую часть этой замечательной истории, я бы сказал бы триллера, но если вы не видели первую часть, перейдите по ссылке, которая в описании. Вас ждет неожиданная развязка всей этой истории. Обязательно досмотрите до конца и авансом поставьте нам палец вверх. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь и комментируйте наше видео. Всем приятного просмотра. Вот пострадавший водитель. Скажите, пожалуйста, вы вот того водителя, который реально допустил столкновение, он был в состоянии опьянения, то есть признаки у него имелись? Правильно я понимаю? Ну, может, после аварии, после аварии шоковая, я думаю, это было не состояние. Ну, у него признаки были, алкоголь, запах алкоголя, что у него вообще? Ну, я не почувствовал. Вы не почувствовали? Ну, а до этого утверждали, значит, очевидцы, ваш товарищ, говорил, что он в состоянии опьянения. Это причем утвердительно. Почему вы сейчас решили как-то этот утаить момент? Я не утаиваю, я говорю, как есть. То есть он не в опьянении? Ну, я с ним вообще не общался, он стоял в стороне. Я сел так в свою машину и сидел, ждал своего скорбина. Все. А в каком состоянии был? Я подошел к нему, нет, я вообще-то подошел к нему, смотрю, ты что, пьян был, что ли? Потому что когда я ехал в лоб, в лоб, я ему в глаза смотрел. Ну, то есть он выехал, значит, к вам на встречную полосу, правильно я понимаю? Да, он выехал, я подумал, что его машина объезжает, а потом еду, и он не уходит никуда. Я стал сам уходить от него. Ему в глаза смотрю, думаю, до последнего уйдет. Не ушел. Ну, вот вы ему в глаза смотрели в этот момент? То есть у него адекватно он себя вел за рулем? Ну, как в копанность ехал. Как в копанность? Ну, то есть, я думаю, это признаки чего могут быть? Неадекватности, наверное? Ну, может быть, но я вел его глаза. Ну, вы с ним потом общались, во сколько ДТП это произошло? Я не смотрел на время. Ну, примерно, это было до того, как потемнело, правильно я понимаю? Ну, да, с темнело очень. Ну, как мне известно, в ДТП произошло около полшестого. Я не смотрел на время, мне не до этого. Скажите, здесь какие действия водителя того в итоге аварийные комиссары приехали, правильно я понимаю? Да, народу подъехало много. А его увезли, этого водителя, правильно я понимаю? Я не знаю даже, куда он взял. Я правда не видел. Комиссар веял машину. Ваш товарищ? Его увезли. Комиссар, который теперь к тобой приходил. Вы просто не помните этого? Вам что вообще как происходило? Я просто не пойму. Ваш товарищ настолько отчетливо все помнит. Это было же при вашем товарище. Нет, нет, его увезли в больницу. Его увезли, да, да, да. Его увезли, остались тут в машине. А вы подходили, общались, то есть вы не поняли, было ли состояние его опьянения? Вы этого не помните? Ну, я его спросил, ты можешь выйти? Он говорит, да, я выйду, говорит. Выходи, говорю, я вижу, что нормально, все, он может сам выйти. Я пошел в свою машину и сел. Но он ударился головой, я так понимаю, там лобовое стекло разбито. Наверное, не знаю. У меня подушки может спасать, ничего, нормально. Но вы признаков опьянения не видели? Нет, я не видел. А вы видели признаки опьянения, правильно понимаю? Серег. Он стоял возле машины, шатался, нога к нему подержаться. Не, ну понятно, но алкоголь, запах алкоголя от машины стоял метра за три. Метра за три? Да. От него, метра за три, от него, вот с ним вы общались? Вот конкретно к нему не подходил, их там человек пять стоял. Ну вы видели, что он был в состоянии опьянения? Он шатался просто и все. А запах алкоголя от него был? Я к нему не подходил. Вакурус-машина алкоголя. Все утверждали до этого, пока мы сюда приехали, что человек в состоянии опьянения, что имеются признаки, что запах алкоголя. Сейчас, когда мы начали разбираться все на месте, все действующие лица, выясняется, что запах от него был. То есть он имел признаки опьянения. Допустим, можно спихнуть все на то, что ударился головой об лобовое стекло. Это не от удара. То есть алкогольное опьянение налицо. Понятно, мы не продували его, не установили, мы не знаем. Но признаки все имелись. Все имелись, понятно. Уже определили, что он все-таки был пьяный. ДТП самое главное, самый ключевой момент. Все-таки во сколько, вы помните, во сколько оно произошло? Нам говорят, что в 17.30 оно произошло. Я не смотрел на время. Но вы знаете, что в 17.30 было. Звонок. Я пришел сюда, мне позже, мне позвонил. Во сколько позвонил? В 22. В 22 часа? Нет. В 22 часа нет. Так что, водителя нету, что ли? В 21.20. В 21.20? Да. Понятно, значит. Ладно, со временем мы... С 5 до полшестого. С 5 до полшестого? Да, вот. Она в 5 рассчитали с рабочими, и он уехал. То есть где-то вот... С 5 до полшестого, до 6, грубо говоря, до полшестого? До полшестого. С 5 до полшестого ДТП произошло. Минут 15-20. Сейчас у нас сколько времени? 23-22. Во сколько вы прибыли? Где-то без 10. Без 10.11. Без 10.10. 27.38. Вот что можно было делать здесь более трех часов? Вас уже здесь не было, вас в скорую забрали. Ну... Или вы здесь были? Амнезия. Что? Амнезия, наверное. Найбольшая. Вы водителя помните в лицо, как он выглядит? Стоял. Светлый. Сколько лет примерно на вид? Он стоял. Но дедушка, который пришел, столько что сознался на видео, что он не управлял транспортным средством. Он порвал объяснение здесь и ушел. И сказал, что ему позвонили и сказали, Виктор, а Виктор, мы видим по данным, является собственником транспортного средства. Так вот, дело в том, что у этого дедушки должно было быть повреждение головы, в области головы, потому что удар пришелся как раз лобовое стекло головой. А у него никаких повреждений нет. То есть все, что он сказал, это абсолютная правда уже нам. Поэтому вот хотелось бы все-таки от вас узнать, кто же был водителем. Если у тебя возникло желание перемотать или выключить это видео, то не нужно этого делать. Поверь. Досмотри до конца этот выпуск, и ты не пожалеешь. Развязка этой истории поразит тебя до глубины души. А сейчас нажми на паузу и напиши свой комментарий под видео. И если ты до сих пор не поставил палец вверх, то обязательно сделай это прямо сейчас. Мужчина светленький такой был. Я был лет 60. То есть они похожи друг на друга? Вы видели того, а вы не видели? Я не видел, о чем сейчас говорить, я так не пойму, кто от... Ладно, просто вот честно сказать, складывается впечатление, что вы как-то вот, что-то здесь происходило более трех часов. Вы только недавно в больницу попали, я так понимаю? Или сколько вы примерно времени были в больнице? Может, час? Час. А все это время вы были в больнице час? Я в машине сидел, да. В машине сидели? То есть более трех часов вы были в машине? Три часа даже прошел. Да, более трех часов сидели в машине. Нет, я не могу, что ли, три часа сидел. Но если с пяти до шести произошло ДТП, предварительно нам говорят в 17.30, в момент, когда сюда приехал экипаж, это без десяти десять, более трех часов вы здесь находились. Вот неужели вам сложно сказать, что здесь было? Нам уже известно. Мне не сложно, я говорю, что народ понабежал. Аварийный комиссар здесь был? Да, в аварийном комиссаре. Мужчину, который был реально за рулем, увез? Я не знаю, увез, нет. Он меня взял документы, я уже лежал в машине и ждал скорости помощи. А вот эти три с половиной часа, три часа, что вообще происходило здесь? Это же достаточно продолжительное время. Почему вы сразу не обратились в скорую помощь? Ну, мне просто плохо стало. Через три часа? Ну, часа не забыл. А сотрудникам полиции вызов, почему раньше не сделали? Сотрудникам полиции? Потому что приехали только в десятом часу. Приехал комиссар, говорит, и мы оформляем документы. С пострадавшими? У вас же вы пострадали, какие аварийные комиссары? Нет, аварийный комиссар подъехал вот сюда. И стал оформлять документы, взял у меня документы и стал оформлять все. Он же не сотрудник полиции, зачем ему дали, зачем он оформлял? Он говорит, я сейчас вызову ДПСников. Я говорю, я сейчас через 112. Какая-то вообще коррупционная ситуация. Вот честно сказать. А что, водителей так нету, что ли? Водитель уехал, соответственно, за него пришел другой мужчина. Мужчина другого уже признался в том, что он не за рулем был. Ну, соответственно, будет скрытое ДТП оформлено. Вот это поворот! И человек, который скрылся, ну, должен будет понести наказание. Застыть, если не будет это. Очень надеемся, что это случится. В общем, вам приятно в этой ситуации. А что, комиссаров не нашли этих, я не пойму. Они увезли водителя. А кто комиссар был? Никого уже нет. Вот только сотрудники ГАИ, которые сейчас оформляют ДТП. Ты не понимаешь, что с тобой хотели? Да и что, я понимаю. Я ждал ДПСников. Я больше мне говорю вызыватель, тогда подпишу протокол. А ты покажи, ребята, что ты на телефон сняла вот таких комиссаров там. Я снимала только подтверждения. А комиссаров на каком автомобиле они были? Номера есть в регистрации. Есть, да? А на телефоне вообще лицо комиссара, который... Ничего вообще не... Никаких данных на комиссаре нет, да? Ну, я приехала, да, сфотографировать только повреждения машины. Ну, какие данные вообще у вас есть по поводу этого комиссара? На каком автомобиле он был? Вообще, какие? Любые такие, да. Я так понимаю, на регистраторе у вас могла сохранить запись? Сохранилась. Сохранилась, да? Отлично. У вас нет возможности по беспроводному доступу? Ну, он просто вот не признается, что он был, почему из машины не влезал. Он мне сказал, что они там припугнули его. А, они припугнули его? Он... Я говорю, почему... Почему... Почему ты не хочешь из машины? Он говорит, да они что-то как-то пытались тут... Что-то как-то решить. А, они угрожали, нет? Да, по-моему, он ничего не сказал. Что экипаж еще до поезд приезжал, они просто уехали. А, то есть еще экипаж до поезд приезжал? Да, 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 говори. Ну, приезжал ДПСники, да, а потом уехали. А, то есть они пообщались, а что они к кому подходили? Они к кому вообще не подходили. Они к нему-то? Они к тому... С этим... С комиссаром что-то, да. С комиссарами пообщались и уехали. Что-то они там стояли, да. А я в машине просто сидел. Слушай, ну все-таки потом у меня водитель был пьян. Да скажи ты, что ты слышишь? А что я не ссу? Я не могу утверждать. Нет, ну признаки не надо. Были признаки просто-напросто. Он держался, понимаете? Он держался вот так вот за грудную клетку. Ну понятно, он ударился об руль. Он сломал руль с собой. Ну и плюс еще голову лягался об этом. Нет, ну... Снапросто, в любом случае, понятно, что он пьяный. То есть если от него запах идет, то он идет запах. Это ясно делаем, что он в первый день, что ли. Ну снапросто, даже если он и пьяный был за рулем, там уже... Его уже не привлекут. Да я чувствую, что он ничего не сделает. Я как могу утверждать на человека, если он был пьяный? Я же не могу утверждать. Да не надо утверждать просто, были признаки или нет. Был запах, не был. Ну вот люди видели, сразу поняли, что там запах есть, и признаки изъезда. Просто и все. Если это на самом деле именно так есть и есть... Я уже, без разницы, его все равно уже даже за пьянку не привлекут. Он ушел с места ДТП. Его сейчас привлекут, то что он скрылся и все. Это в любом случае. Потому что дядька, который приходил здесь, и он за него начал тут говорить, это я был за рулем, все это дело. Мы его на чистую воду уже вывели. Он беднязу тут со страха убежал. У тебя есть возможность, если туда симку... Нет, у меня здесь нет возможности. Это тут есть у Сереги. Нет, Android есть. Android, чтобы откнули туда флешка. А, 7? Сохранить не симку, а флешку. Нет, карту памяти. Вот такая. Вот эту маленькую. Дим, может, учувствовали вы. Я правда, как медики, может, учувствовали. Но я его так не учувствовал. Ну, ты же, Сереги, у меня просто сейчас не воткнешь ничем. У меня даже этой булавки нет. Я его увидел, я сказал, вы нормально, все, выходите из машины. Он говорит, я выйду из машины. Я говорю, вы вообще нормально видели, как вы ехали на меня? Он говорит, я уснул. Я говорю, ваши глаза видел, как вы могли на меня ехать-то. Он сказал, что уснул, да? Он говорит, сказал, что я уснул. Просто так внезапно произошло, говорю, до последнего, что он должен был уйти. На АДПС, вот первый экипаж, приезжал, даже к тебе не подошли и уехали. Нет, не подошли, да. Они с ними там порешали что-то, да? Что-то там поговорили и уехали. А ты в машине сидел, получается, все это время? Просто пойми, правильно, ситуация на самом деле тяжелая в данном ситуации, то, что человек просто избежит наказания любого. Понимаешь, если ты хотя бы подтвердишь, что да, это был он, вот грубо говоря. Нет, я-то подвину, конечно, я узнаю, в чем проблема. Узнаешь глаза, да? Ну, конечно, узнаю, смотрел на него. Он подходил и говорил, выходите с машины, нормально, все. Это адекватно вообще, он нормально, говорит. То есть, глаза, если ты его увидишь, узнаешь, да? Да. Ну, самое главное. Потому что, когда вы дознавателю пойдете, ты же его увидишь, правильно? Ты будешь видеть хозяина этого автомобиля, да. Да, в любом случае, он будет приглашать. Ну, ладно, это уже отдела 10-ая. Ничего тебе не предлагали по поводу решить на месте вопрос, там денег, ничего не предлагали? Ну, говори, как есть. Нет, сперва говорили, давай решим вопрос мирным путем. А это как? А? В смысле, как? В смысле, я... Я просто сидел в машине, говорю, а это как, говорю? Решается вопрос, говорю, деньгами, говорю. Да, деньгами. Они говорят, под 100 тысяч, я говорю, давайте, говорю, не будем, говорю, вызываем. Пускай не оформляют, по закону все. Все. По закону должно быть. И я не хочу на какие-то сделки эти ваши. Блин, какой-то цирк целый. Ну, да. Что хотим сказать? Во-первых, ДТП произошло на встречной полосе движения. То есть, Ситроен ехал по своим делам, и к нему влетел автомобиль Нива. Ну, по предварительным данным, человек в состоянии опьянения, все признаки у него имелись, это подтвердили. И вот представим ситуацию. Он просто въехал практически в лоб в лоб. Ну, слава богу, что обошлось без жертв, да, из пострадавших. Видим мы здесь поблизости. Пешеходный переход. Вот представьте, здесь темно, человек заснул. Если бы не было бы этого транспортного средства, и были бы просто пешеходы шли, не дай бог дети, да вообще просто люди. Он бы как кегли, просто был бы страйк. Дорожно-транспортное происшествие сотрудники оформили, все в соответствии. Так как были пострадавшие водители, должны были продуть обоих водителей. Но, к сожалению, один из них скрылся. Конечно, мы бы там увидели интересные цифры, если бы он был здесь на месте. Но, понятное дело, что у пострадавшего водителя абсолютно все хорошо, со здоровьем, в том числе, ну, насколько это возможно при таком ДТП. В общем, он продулся по нулям, в общем, ДТП оформлено. Теперь будут в розыске заниматься поиском того самого водителя, который имел признаки опьянения. К сожалению, он уже не понесет наказание за езду в таком неадекватном состоянии. Максимум, за что он может быть привлечен, за скрытие с места ДТП. Обычно в таких ситуациях мало кто несет ответственности. Ну, а теперь смотрите все, как было на самом деле. Видеозапись предоставлена пострадавшим водителям, точнее его супругой, по неосторожности. Приятного просмотра. Чего ты с ними там треплишься? Они тебе не пятость какую сделали, а ты с ними еще там щукаешься пьяные. По полной программе сажать их надо. А ты с ними так снисходительно. Этих алкашей? Семейная машина разбили. Алкашей, вот эти все, они все знакомые. Ну, он снова за рулем. Ну, как раз, знакомые, незнакомые. Пить надо меньше. Ну, наверное, тебе полица сейчас упрепил. Ну, прям запах отошел. Ну, что там тебе сказали? О, кстати, ждем полица подтверждения, видимо. Да? Видео ты не обязательно ждать подтверждения полица. Траховать машину надо вовремя. И пить надо меньше. Это очень прям снисходительно. А все началось с того, что я сказал, деньги, 150 тысяч мне вот сейчас же. Они стояли, домоляли, 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 домоляли. Комиссар тут приехал, стал интересоваться. Я говорю, а, ты меня не вызывал? Говорю, подождите. Он стоял, сокрутился, сокрутился и слышит что-нибудь разговоры. Он говорит, не идите на их разговоры, все такое, все такое. Будете бегать за ним, все такое. Я говорю, я с вас пока разберусь, обращусь. А никаким способом, наверное, услышали эти 100 тысяч? Услышали? Гаешники? Нет, вот эти вот. Он, видимо, пока не тут не живается. Понимаешь, полчаса, наверное, они меня обрабатывали. Я говорю, хватит мне на ту шубку капать, Коля. Я вам сказал два случая, два варианта, то, что меня устраивает. Это оформляем или вы мне сейчас деньги даете и расписку о том, что я такой-то, такой-то обязуюсь. Выплатить, все такое-такое-такое. И сейчас дополнительно 150 тысяч сейчас мне дается. У нас, говорит, 100 тысяч сейчас есть с собой. Мы сейчас вот снимем, тебе принесем. Нет, мне не нужно за ним бегать. Вот они меня ходили, умоляли, умоляли. Иди к нам, поговори. Я говорю, я не буду больше с вами заговаривать. Я сейчас сяду в машину, буду сидеть и ждать. ДПС, как я вызываю. Нет, не вызывай, все такое-такое-такое. Но он выпьем, что он чувствует, что его решение. Парафон. И я говорю, 50 тысяч. Он говорит, нету сейчас 50 тысяч. Я говорю, знаете, я сейчас позвоню своим знакомым. Тот принесет 10, тот 10, тот 10, тот 10. Я говорю, я с вас последний не трясу. Вы заберете эти 50 тысяч или 100 заберете тысяч. Но после того, как машина сделает лишнее, мне ваши деньги не нужны. Они меня понимают, видят. Я говорю, понимаете, мне ваши деньги не нужны, мне нужен конь мой. Они опять отошли, поняли, давай искать, искать. Потом опять подходят. Ну давай сейчас переносим, вот на телефон тебе перекидываемся, такое. Я опять 25 с ними. Ладно, ты едем по строковке, срок какой-то, да. И повторно надо будет вызывать. Да, ехал пьяный, ушел за рулем. Да. Когда не уснул, он, собственно, не глазами ест. Ну оплачивать должна страховая виновника. Ну приехали к ГАИшнике, сказали, что задним числом мы вам оформим страховку. 100 тысяч стребовали. Вот они оформляют страховку, а потом они приезжают и оформляют ДТП. А? Угу. Ну страховое, ГАИшникам. Взятку. Да. Почему? Паша ехал по своей полосе. Вывернула Нива, выехала ему навстречу. И протаранил его. На Ниве. Да почему? Виновник аварии дал взятку ГАИшникам, потому что у него страховки нет. И он пьяный, это лишение прав. Ну взятку дали. Мы ждем ГАИшника, чтобы эта страховая задним числом оформленная выплачивала ущерб. Ну сказали, вот еще минут 15, страховая будет оформлять, заносить в базу. Но если не будет, тогда повторно еще будем называть. Ну ситуация такая, видишь, он пьяный, уснул за рулем, страховки нет. Приехали ГАИшники. Он говорит, да, да при чем? Тут у Паши есть страховка, но выплачивает страховая виновника. Ну они приехали, говорят, давай нам 100 тысяч, и мы, что ты не пьяный, и сейчас страховку оформляем. А что ты сделаешь? А? Приехали ГАИшники. Видят, что он пьяный. Давай взятку с виновника. 100 тысяч, да. И мы напишем, да, ну вот они уехали и ждут, когда он страховку себе оформит задним числом. Плюс страховка 30. Ну как вмешаться, что ты сделаешь? Ты привык, ты говорил, кто водитель? Нет. Ты не показывал на водителя? Вон, ребята, это самое дорожное. Ну, тут уже осознался. Ну вот мы подошли к завершению этого сюжета, всей этой истории. И что я хочу сказать. Если, не дай бог, с вами произойдет подобная ситуация, где виновник ДТП пьяный водитель, никогда не поступайте, как поступил этот пострадавший водитель. Если вы видите, что виновник ДТП пьяный, обязательно сообщите об этом сотрудникам полиции. Пусть его привлекут к ответственности. И ключевый момент. Если у виновника есть полис ОСАГО, даже если он пьяный, это будет установлено, вы в любом случае получите свое страховое возмещение. По закону оно вам положено. И ни одна страховая компания не вправе вам отказать в выплате. Проблема в чем для виновника, такого пьяного виновника? В том, что потом регрессом страховая компания подаст на него в суд и взыщет все выплаченные деньги пострадавшему участнику ДТП. Поэтому ходит такая байка, что если водитель пьяный, то страховая компания не выплачивает. Но это всего лишь байк. Не бойтесь. Обязательно пьяный виновник ДТП должен быть привлечен к ответственности за свое пьянство за рулем. Дорогие друзья, сейчас вы посмотрите вторую часть этой замечательной истории, я бы сказал бы триллера. Но если вы не видели пьяного...